Хроника Счастливых Путешествий В октябре стартует новый автотур по этой стране. Для начала вопрос как к знатоку Кореи, как к человеку, который первый раз туда попал. Что тебя больше всего поразило и зацепило Корею? Зацепило много что. На самом деле сейчас самое эмоциональное впечатление вызывает то, что корейцы оказались намного более эмоциональными, чем я о них думал ранее. Потому что я подозревал, что конфуцианская, буддистская такая философия воспитывает в людях, не обращая внимания на протекающую жизнь и достаточно невозмутимая в своей обычной жизни. Но оказалось, что темперамент корейцев очень похож на темперамент итальянцев. И одни из самых больших претензий в мою сторону, то что я в свою очередь, с их точки зрения, очень не эмоционально. Поэтому, а рассказы про Корею, конечно, могу часами. И то, что меня поразило, это действительно можно несколько томов написать. Ну, какой-нибудь яркий случай для начала. Ну, яркий случай, но... Потому что обычный человек, когда приезжает в новую страну, людей даже как бы завораживает. И впитывает они впечатление от бензоколонки, от столба. Ну, потому что это новое. Потом, понятно, глаз замыливает. Но у каждого это свое. И когда я вот спрашиваю, всегда говорят какие-то... Говорю, что... Кого-то говорят, а вот, а мне бензоколонка поразила. Потому что это была бензоколонка в новой стране. А тебя? Прозрачный чистый воздух. То есть, горизонт виден намного далеко. Хотя Корея горная сторона. Но когда прилетаешь на аэропорт Ичхон, это главный международный аэропорт Южной Кореи, уже с самого подлета, несмотря на стекло и иллюминатора, видно очень далеко. Ну, хотя иногда, конечно, бывают там какие-то природные явления, типа пыльная буря. Но это очень редко бывает. Раз или два в год. Либо, допустим, изморозь какая-то. Но, тем не менее, очень далеко видно. Очень сочные краски. И вот это поражает первым. Кстати, какая сейчас там погода? Ну, сейчас погода самая оптимальная для путешествий. Где-то 20-25 градусов. Хотя Корея позиционируется как страна четырех времен года, где четко выражены четыре сезона. Но самое лучшее, самое комфортное время для посещения этой страны – это весна, когда все распускается, когда сочные яркие краски. И, так называемая, золотая осень, когда прошел сезон дождей. То есть деревья там желтеют? Деревья желтеют, краснеют. Очень-очень красиво. Сами корейцы тоже это любят. И очень часто, как раз в свои немногочисленные выходные, они убираются именно в горы. И как раз любуются именно игрой красок на деревьях. Очень красиво. Ну, я уже упомянул о том, что 7 октября стартует новый автотур. Какие отличия от того автотур, в котором я участвовал в 2007 году? Ну, прежде всего, другая принимающая компания. То есть мы не знаем, что нас ждет. Знаем, что это пройдет на высочайшем уровне. Также, если в прошлом автотуре это была инициатива компании KIA, вывода на российский рынок новой модели KIA CITALY, KIA CERATO. Конечно, определенный эксклюзив здесь был, потому что эта модель была проектирована для российского рынка и выпускалась в Словакии. То есть в Корее таких машин не было, поэтому их специально привезли для автотуры в Корею. В этом году, по-моему... Я, кстати, помню, перебью, как собирался народ, самих корейцев, которые рассматривали эти машины. Она для них была новая. Я как раз, задавшись цель купить автомобиль, больше склоняюсь именно к KIA CITALY. То есть, мне кажется, это оптимальный вариант цены, качества, внешнего вида и так далее. Ну, когда мы ехали, она нам показалась очень приятная, надежная. Мощная, двухлитровая. То есть более чем просвет дорожный, поднятый специально для российских условий и так далее. А сейчас какие машины? А сейчас это вообще сенсация. Очень жалко, что у нас не очень много было времени, чтобы максимальное количество желающих могло в этом участвовать. Сейчас вообще действительно это сенсация, потому что Hyundai выводит на российский рынок первую свою гибридную модель Elantra, Hyundai Elantra Hybrid. То есть потребление бензина 4,5 литра на 100 километров и при необходимости подключается электромотор. То есть достойный конкурент, надеясь Prius, Toyota Prius в среднем сегменте автомобиля, потому что в России гибриды были в основном представлены Lexus и какими-то другими дорогими марками. Но сейчас Hyundai именно обратила внимание на столь модную на западе тему экологии и выпустила на рынок ту машину, которая, я думаю, очень станет популярной среди богемы, как Prius стал в свое время. На западе. Ну и очень многие, я думаю, смогут себе позволить эту машину, тем более, что действительно она очень быстро окупает затраты на бензин. И вторая машина – это признанная лучшим автомобилем года на Чикавском автосалоне. Чикавском или детройском, детройском, скорее всего. А автосалоне – это Hyundai Genesis. То есть лучшая комфортная машина именно этого года. Ну, я не знаю, кому повезет, кто повезет либо Elantra, либо Genesis, потому что обе машины по-своему интересные и актуальны в вождении, именно как каждая из этих моделей. Ну, я думаю, будут меняться при желании. То есть как каждый может попробовать вести машину в течение 10 дней и попробовать любую из этих моделей. Ну, кстати, так же будет. По полдня каждый ведет, да, 4 человека в машине. Да, 4 или 3 журналисты, которые традиционно в этом проекте участвуют, они поедут по 3 человека. Ну, это, думаю, оправданно. Остальные 3-4 человека по необходимости. То есть посмотрим. Ну, будем надеяться, что где-то 3 человека в машине будет. А маршрут такой же или изменился? Там, я смотрю, что-то добавлено. Да, что-то, в общем, похоже. Что-то добавлено. Ну, маршрут по-своему интересен. Опять же, практически по линии побережья с западного побережья по до восточного побережья с посещением границ на Северной Корее, башням единения в Косоне, куда можно будет взглянуть на территорию Северной Кореи. Посещение парков. Очень интереснейшая, актуальнейшая на данный момент программа это Temple Stay, проживание в монастырях. А в этот раз будет ночевка монастыря? Да, паркинг. У нас не было этого. А в этот раз будет. Я сам неделю три назад был в этом монастыре. Сказать, что это меня поразило, это не сказать ничего. Ну, достаточно современная одна-двухзвездочная гостиница, построенная для туристов. Душ, туалет, пол подогреваемый, циновки и спишь на полу, но это стоит того. То есть, прозрачный горный воздух, монахи, участие во множественных церемониях. Мы участвовали в церемонии буддистской пяти пищи. Мы в пять утра там вставали, в восторгу. Ну, в четыре утра мы вставали, да. Ну, где-то с трех тридцати монах находил и начинал петь буддистские песнопения. То есть, и стучать колотушкой. Поэтому, ну, это в любом случае стоит того. И тем более, что этот монастырь является штаб-квартирой очень необычной, но неизвестной в России практически храмовой дзен-борьбы Сун-му-до. Сун означает дзен по-корейски, Му это маршалат, боевое искусство, но до путь, соответственно. То есть, это уникальная борьба, которая видоизменилась, превратившись из грозного боевого искусства, когда монахи защищали Корея от захватчиков. Она выродилась именно в боевое искусство, которое выглядит как боевое искусство, но тем не менее, оно способствует тренировке дзен-понимания мира, дыхания и приводит, в конце концов, к оздоровлению организма. Очень надеюсь, что в России эта борьба состоит о пленой альтернативе йоги либо Тайди Цюаню, потому что Тайди тоже в свое время был боевым искусством, ну, отчасти остается. Но тоже могу очень много говорить об этом. Вплоть до того, что встретили там собаку, именно храмовую собаку, которая оказалась вегетарианкой. Собака-вегетарианка, она еще очень известна в Корее как актриса. вегетарианка. Эту собаку снимали во многих сериалах и многие поклонники этой собаки приезжают специально, чтобы сфотографироваться с ней, покормить ее, как-то пообщаться с этой собакой. Ей около 19 лет, то есть она или ходит, там ее сын проживает, но действительно эту собаку из равновесия нельзя было вывести. То есть такое ощущение, что прониклась буддизмом и постоянно находилась в состоянии медитации. И там нельзя потреблять мясные продукты, соответственно она очень любит корейские сладости. Она ее как-то охраняет, потому что все-таки в Корее собаки такая тема сгодливая. Нет, тема преувеличена, скажем так, собаке опасно быть в России, чем в Корее. То есть это тема более чем преувеличена и скажем так, она за последние 50 лет очень сильно изменилась, но это я думаю тема отдельной передачи. Поэтому опасности собакам в Корее нет. Это радует. Так как все-таки и на чем лучше путешествовать в Корее? Мы закроем автомобильную тему. В Корее, когда уже непосредственно оказался в Корее. Ну все радости путешествия, все варианты путешествия они в Корее доступны. Но только о чем можно сказать нет. На самом деле запретных вариантов или невозможных вариантов для Кореи нет. Там есть вся страна пронизана сетью высокоскоростных железных дорог KTX то есть практически с одного конца страны на другой можно попасть в течение 4-5 часов. То есть из Сеула, которая ближе к северу недалеко деметризованной зоны находится до Пусана занимает 4-5 часов. Очень много авиарейсов то есть можно проехаться опять же смотря какую цель хочешь достигнуть либо если у тебя деловая встреча либо ты ограниченного времени используешь либо KTX который очень даже быстрее во многом авиаперелета если вот эти скоростные дороги да скоростные дороги либо перелет либо если задался целью посмотреть красоты Кореи проехаться по тем местам которые не включены популярные маршруты то конечно выбираешь автомобиль в Коре прокат автомобиля несколько больше дороже стоит чем в Европе а что тогда получается бюджетнее автомобиль поезд или самолет ну наверное все-таки поезд поезд да как везде потому что даже матиз арена матиза на день стоит 2 матиза где-то 60 долларов эквивалент 60 долларов поэтому это несколько дороже чем европе кстати так как у нас много слушателей бэкпекеров насколько радует в Южной Корее автостоп очень развит корейцы очень приветливые очень добрые очень положительные люди и это еще одна вещей одна одна из вещей которая меня поразила то что аура определен такая теплоты положительности практически отсутствует преступность поэтому корейцы не опасаются подвозить то есть часами когда можно стоять в Европе или тем более в России такая ситуация не имеет места но единственный языковой барьер потому что как правило водители небольших грузовичков которым скучно в дороге хочется развлечься они люди более престарелого возраста и они не водят языком ну при необходимости можно руками объяснить найти общий язык сколько сейчас по сравнению скажем с 2007 годом я такую возьму точку отправную стало насколько больше стало российских туристов 2007 годом на середину этого года на июнь превышение было около пяти процентов потому что как раз поток в Корее он стабилизирует характеризуется определенной стабильностью потому что с Дальнего Востока с Приморья это то где Корея более популярна в качестве экскурсионного направления тоже у нее есть свой свой турист и потенциал отчасти исчерпан хотя мы пытаемся развивать другие варианты отдыха это медицинский туризм который становится более популярным сейчас в Корее и так далее а из Москвы пока поток это больше бизнесмен и опять же он очень стабилен и индивидуальные туристы то есть достаточно много на самом деле бэкпэкеров для которых к услугам которых разветвленная сеть мотелей небольших недорогих традиционных корейских ягванов то есть корейских мотелей корейского корейском стиле а также очень развита хоум стейт то есть проживание в квартирах самих корейцев поэтому на и на данный момент все таки небольшое снижение потому что все таки кризис влияет где-то процента 3-5 общее количество снизилось хотя как ни странно количество туристов осталось на примерно на том же уровне ну видимо потому что туда все таки едут достаточно обеспеченные туристы которые в общем-то наиболее безболезненно пережили ну не подвержены там колебаниями действительно то есть для которых стоимость поиски на 2-2,5 тысячи долларов кстати а вот саму ну во-первых вопрос был еще насколько я помню я его задавал но не именно тебе что вообще позволило как раз Южной Корее стать высокоразвитой такой страной не только же западное влияние вливание я так понимаю и насколько на ней отразился кризис существующий сейчас ну с моей точки зрения главный слагаемый успех Южной Кореи в такой короткий промежуток времени потому что даже японское чудо началось намного раньше а корейскому чудо лет 20 то есть ну может 25 но прежде всего приемная такая генетическое отношение к труду то есть трудолюбие сверх но они работоголики да работоголики отчасти иногда даже корейцы считают японцев лениуми которые являются образцами роботоголизма алкоголиком это я не знал да то есть обычный офисный день это нормально скажем так это более-менее норма начинается 9 утра заканчивается ближе к 12 часам вечера даже эта модель поведения она начинает уже действовать в окончании школы когда подросток готовится к поступлению в университет от которого зависит его дальнейшая жизнь успех карьеры то есть в среднем корейские подростки спят 3-4 часа в сутки остальное время тратится на репетиторов на самостоятельное обучение штудирование и так далее где-то 80 процентов дохода корейской семьи уходит именно обучение на оплату обучения своих отпрысков ну и второе конечно это тоже определенное влияние конфуцианства почтение следование почтение старшим почтение определенным традициям и канонам и доскональное следование каким-то инструкциям каким-то предложенным моделям экономическим политическим моральным и так далее то есть корейцы в этом отношении очень сильно отличается от русских для которых очень важно понятие здравого смысла то есть если русский в чем-то не видит здравого смысла то он это не будет делать либо сделать так что первоначальная задача уже в этом результате она не будет просматриваться то есть никакого органга в россии нет а в корее то есть то есть если есть что-то заранее заданное которое должно иметь определенные характеристики то это в корее получится то есть выполнение целей как бы без оглядки на какие-то вот такие на тот же здравый смысл это в россии называется здравый смысл по-корейски это не называется здравым смыслом это корейцы считают это определенным безрассудством и в результате такая модель поведения как раз формирована из природного трудолюбия конфуцианской модели поведения она позволила стране выжить подняться и по поводу тления кризиса кризис в конца 90-х годов казал намного большее влияние на экономику южной кореи в негативном аспекте то есть там даже было очень известно что правительство обратилась граждану с призывом сдавать свои драгоценности именно чтобы помочь экономике и действительно это сдавали сдавали и определенный перелом в кризисе произошел но этот кризис по сравнению с тем очень малое влияние видимое оказало на экономику Южной Кореи которая за это время окрепла повлияла даже с точки зрения туриста благоприятную сторону то есть девальвация воны на 40% в среднем по сравнению с долларом извините привела к тому что цены соответственно упали и если раньше даже автомобиль было дешевле упать в Японии или в Америке то в Корее то нет в Японии в Америке было дешевле то теперь в Корее автомобиль даже иностранного производства из-за как раз колебаний курса в середине года сейчас честно говоря не могу сказать надо смотреть было дешевле покупать то есть и соответственно цены на все упали на они снизились естественно образом из-за девальвации и они были снижены в качестве бонуса населения ну да определенно бонуса населения да и многие кореецам им пришлось ужаться такой ситуации когда на фоне кризиса у нас цены растут во всем мире снижает тем более в Корее но в Корее это невозможно и в Корее этого не было то есть немножко легче стало и шопинг скорее стал более привлекательным да в этом плане наверное и стало еще привлекательным для шопинга ну да да а что вообще там покупать надо можно и нужно ну практически все ну возможно кроме электроники которая не совсем рассчитана на наш стандарт если это мобильные телефоны там другой стандарт CDMA хотя еще лет пять назад или семь назад они начали смотреться мобильное телевидение то есть до того до какого уровня дошло именно конструирование мобильных телефонов нам не снилось то есть там смотришь и удивляешься с помощью мобильного телефона может заплатить такси в метро осуществлять огромное количество транзакций так далее у нас еще это далеко не скоро будет техника тоже не совсем предназначена она может выдержать скачки напряжения в нашей сети поэтому желательно все-таки технику покупать здесь потому что она должным образом адаптирована ну а все остальное какие-то гэджеты какие-то mp3 плееры которые еще появятся у нас через полгода через год товар народопотребления то есть одежда в корее очень дешево очень качественная по сравнению с нашими то есть у нас сотрудники драгоценные камни достаточно аметисты на чем специализируют в корее аметисты очень красивые да очень достаточно недорогие но по поводу одежды наши корейские сотрудники приезжают удивляются цены в москве цены на сравним по качеству одежду там в десятки раз меньше чем чем здесь то есть и на все на услуги на все остальное ну давай немножко поговорим о кухне корее ну тебе вообще кстати нравится кухня ну вопрос интересный тоже потому что когда я начал работать здесь и познакомился с кайской кухней я который очень активно не любил острую пищу для меня конечно это был шок определенный и когда впервые попробовал кимчи самое знание это корейское блюдо но скажем так долго выпил наверное литр полтора воды чтобы избавиться от жгучего вкуса и года через три через четыре работа в национальном организации терроризма Кореи я проникся всей прелестью этой кухни потому что кухня действительно даже люди которые не любят но которые по долгу службы обязаны ну или приходится пробовать корейскую кухню есть питаться либо они работают с южной кореи либо там другие какие то интересы лежат они в любом случае подсаживаются то есть как раз эффект красного перца капсаицин как раз он вызывает гормоны радости вызывание гормонов радости и очень многие люди которые как раз тем паче которые любили остров пищи до этого уже не могут казаться корейской кухни очень часто ищут корейскую кухню уже в москве прибыв даже в москве вообще я помню был один только ресторан сейчас сколько ресторанов нет много достаточно ресторанов нет четыре или пять только в корстоне в гостинице корстон бывший орленок ну вот там как раз в международном центре на фронтинской набережной и так далее вот мы недавно так встречались с Еленой Малышевой ведущей программы здоровья на первом канале и она говорила что не может в москве найти оказалась тоже поклонницей корейской кухни и сказал что не может найти хороший по имению корейский ресторан в москве только в нью-йорке где корейская кухня очень популярна и она только там может настоящую корейскую кухню поесть но тем не менее просто мы мне подсказали где это можно сделать в москве ну так может и нам подскажешь ну сам самый лучший городский ресторан это гостиница международная забыл кстати название но тем не менее там на втором или третьем этаже а другой популярный ресторан это ну там больше более адаптированная пища это на фронтинской набережной белый журавль в орленке то есть в парленке прочитает принимать гостей и есть большинство самих корейцев поэтому ну это показатель да поэтому если хотите максимально правильную с точки зрения корейцев пищу то приглашаем вас то и вы сможете там там несколько ресторанов и шила сейчас несколько ну кстати до сих пор ходят различные так сказать мнения о полезности не полезности такой пищи кто-то все-таки что это приводит к раковым заболеваниям все время как бы раздражение желудка не но есть конечно доля здравого смысла там в том что постоянно раздражение этими веществами раздражающими приводит какие-то заболеваниям но намного меньшей степени чем наша еда жирная плотная то есть корейцы сюда приезжают они на второй-третий день просто заболевают можно сказать и это болезнь выражается в том что они начинают искать либо корейский ресторан либо китайский которые все-таки близко ну не близко но скажем так не настолько нездоров по их мнению как рестораны российской кухни но эта пища она подверглась минимального термического влияния она очень здоровая очень свежая большой вариант большое разнообразие вегетарианской пищи используется то есть те те растения которые у нас не используются в корейской кухне используется минимум мясо мне кажется что я конечно не знаток мировой кухни но тем не менее корейская кухня намного здоровья российской и европейской и американской близка к эффекту срединаморской диеты и можно проследить по уровню жизни корейцев и как раз по их по там возрасту сколько они проживают но это близко к японцам около 80 больше 80 лет правильная показатель и очень молодо выглядит практически в любом возрасте до 50-60 лет их можно дать и 30-40 лет показатель и потому что они используют очень много женьшеня естественно тонизирующего тонизирующего блюда очень известное блюдо это это куриный суп с курицей целой и с добавлением женьшеня а что женьшень просто так в суп просто в суп корень кладется вкус конечно непривычный сначала тем более что он готовится в таких базальтовых тарелках очень горячие даже кипит когда подают но некоторое время подождать и немножко привыкнуть вкусу женьшеня но потом уже действительно от этого не можешь отказаться вот поэтому очень важно чтобы первое знакомство со страной как-то состоялось в в составе организованной группы был человек влюбленный знающий Корею и он объяснил почему такой вкус почему именно этот ресторан специализируется именно на этом виде корейской кухни и так далее то есть очень важно ввести мир корейской кухни и культуры постепенно потому что если сам человек начинает путешествовать столкновение культура может привести к неожиданным последствиям 50 на 50 благоприятных или не было неблагоприятно все-таки другая культура действительно я помню что даже в автотуре был как-то примерно треть людей которые сначала не переносили а потом я смотрю что к концу путешествия все начали есть и понравилось действительно запали смешная ситуация была там же было две или одна съемочная группа и в эфире телеканала московия одна из участниц этого автотура крьянка русская из питера на что день плачет хочу русского борща а в устах именно восточной девушки звучало очень смешно хотя другие русские собственно по происхождению с удовольствием плетали кимчи и все остальное и вот я действительно в скором времени планирую купить рисоварку которая позволяет готовить и сохранять теплый рис на протяжении нескольких дней и к нему закуски потому что действительно ну определенно такая пристрастие мне уже появилась корейская кухня я помню что когда мы прошлый раз катались по стране у нас в общем-то были какие-то попытки во всяком случае были планы посещения северной кореи в частности алмазного гора это вот самое там красивое место считается и ну там тогда не сложилось и просто возили границы смотрели на северную корею я помню что там даже солдатиком пообщался сказал что вот хорошо объединиться потому что там девушки красивее и сейчас вообще какие-то в этом плане подвижки есть именно посещение из южной кореи северную ну изначально появился один проект это алмазные горы камгансан действительно наиболее красивые горы корейского полуострова горы тысячи вершин камгансан это одно из названий алмазные горы у них есть другие названия там и снежные горы и пестрые горы и так далее ну алмазные то есть в разное время они по-разному выглядят а потом появилась другой маршрут это горы Пектусан Пекту на территории Северной Кореи там расположено большое количество артефактов памятника буддийской культуры и для многих корейцев примерно поровну дорогие Камгансан и Пектусан но некоторое время назад случился определенный инцидент на границе когда южнокорейская туристка скажем так не в то направление пошла и было приемлемо столкновение с северокорейскими програничниками и проект закрыли но буквально месяца два назад северокорейские власти объявили что они заново открывают этот туристический проект также и свободную экономическую зону в Кэссоне где производится очень большое количество северокорейских продуктов которые идут на экспорт кстати вот привез бренди вино северокорейское из Южной Кореи очень кстати необычный вкус но очень приятный вкус и постепенно но не в этой поездке конечно то есть пока только не объявили об открытии этих туристических проектов но я думаю через несколько месяцев обычные туристы могут зайти на территорию северной Кореи но повторяю только в двух то есть граница перетекается специальных автобусов и высадка происходит только в двух местах либо в горах Пактусан либо в горы Камгансан а в Пхеньян таким образом нельзя будет попасть в территорию Южной Кореи только в два места но к счастью или к сожалению в рамках этой поездки автотура пока это невозможно жалко но будем ждать есть ну я знаю московские компании несколько московских компаний предлагают комбинерные туры северной и южной Кореи в рамках одной поездки но через третью страну то есть через Пекин да возможно через Пекин либо Владивосток это требует больших физических усилий но тем не менее это интересно то есть в рамках одной поездки сравнить как живут Южные Кореицы и как Северные Кореицы а поверьте разница просто это мы знаем сверх очевидна и посмотреть на трагедию единственного мира в мире народа который был таким образом разделен и общение практически не происходит вот недавно опять небольшая группа Северокорейцев встретилась Фунгансан как раз 70 полный человек с членами своих зеленых семей ну это происходит несколько десятков может быть ну еще 2-3 в год происходит встреча из членов зеленых семей на остальном уровне общения между северными корейцами и южными не происходит разделенных во время во время конфликта то есть многие остались на Северной Корее остальные перешли на территории Южной Кореи что у нас уже передача ближе к концу хотелось бы как всегда гость рассказывает какую-то интересную байку о стране ну байка она немножко такая история но меня это очень сильно поразило и возможно некоторым она покажется не совсем уместной тем не менее это выкажу восхищение корейскими туалетами я там шутил что по запаху корейский туалет найти нельзя как у нас в России практически в любом присутствуем месте чувствуется запах в Корее же мало того что все эти туалеты бесплатны они везде находятся везде в любом туристическом объекте в любом ресторане везде есть туалеты и однажды я попал случайно на главную улицу на корейском Арбате улице Инсадон в вегетарианский буддистский ресторан и пошел как раз в туалет и закрыл с собой дверь не понял где он очутился это было похоже на маленькую гостиную диван стоял с подушками и в углу похоже на трон но именно само среди химическое чудо да ну это это меня это очень сильно поразило и это один из признаков цивилизованности южнокорейцев и к сожалению нашей нашей определенной осталось да да и напоследок твой рецепт счастливого путешествия так как передача называется хроника счастливых путешествий в Южную Корею так сказать его модель технология основанная на личном опыте ну опять же для поездки в страну которая очень сильно отличается по менталитету истории культуре морали отчасти надо самостоятельно поездки надо обладать очень широким кругозором и готовность воспринимать новое те кто люди которые не уверены в этом своих широких взглядах я бы советовал присоединиться к какому-то групповому туру и в первый раз в Корею съездить именно в рамках этой групповой поездки это позволит сэкономить групповые тарифы они намного дешевле меньше чем индивидуальные тарифы и очень важно попасть на хорошего гида а хорошие гида есть? в Корее есть но опять же они очень дорогие средняя зарплата в Корее это 2000 долларов поэтому хорошие гиды начинается их стоимость для группы начинается в день от 250 200 долларов можно найти дешевле там русских корейцев студент который изучает корейский язык аниме либо люди не знают страну но говорят хорошо по-корейски либо наоборот то есть профессиональные гиды достаточно дорогие но это не проблема особенно в последнее время это поток все-таки ну по крайней мере по сравнению с другими странами остается на том же уровне стабилен и имеет тенденцию к росту ну хорошо по моему на мой взгляд беседа получилась очень содержательной и так напоминаю у меня в гостях был Руслан Маслов и мы прощаемся спасибо за внимание до свидания амсахом еда приезжайте в Корее спасибо 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 спасибо